Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первое видео авторынта. Герой нашего сегодняшнего обзора это весьма популярный автомобиль на вторичном рынке. Машины эти когда-то продавались новыми. Это японец, это полный привод и это высокий клиренс. Кроме того, данный представитель своего вида один из самых серьезных в плане внедорожного арсенала автомобилей из кроссоверов вообще. О плюсах и минусах Suzuki Grand Vitara третьей генерации речь в сегодняшнем обзоре. Встречайте! Suzuki Grand Vitara третья генерация. Это кроссовер с несущим кузовом. Машина появилась в 2005 году, а выпускалась целых 11 лет. Это очень большой срок для современных автомобилей. При этом машину обновляли дважды. Рестайлинг был в 2008 и в 2012 годах. Модель производилась для большого количества рынков сбыта. И на каждом из них были свои особенности, вплоть до такой экзотики, как моноприводные автомобили. Однако на российском рынке эти машины были представлены в основном с двумя вариантами моторов. Это двухлитровый бензиновый двигатель на 140 лошадиных сил и 2,4 на 169 лошадей. Короткое время официальные дилеры продавали также и варианты с максимальным по объему V6 3,2 на 233 лошадиные силы. Но такие машины были представлены только после первого рестайлинга и продержались в продаже недолго. Вариантов кузовного исполнения также было 2,5 либо трехдверный. Трехдверки оснащались механической трансмиссией и несли под капотом бензиновый 1,6. Полноразмерные пятидверные машины с двигателями 2 и 2,4 литра могли оснащаться пятиступенчатыми механическими, либо четырехступенчатыми автоматическими коробками передач. Привод у всех российских Витар только полный. Сегодня у нас на подъемнике автомобиль 2008 года. Выпуска с мотором 2,4 169 лошадей, автоматической коробкой передач и полным приводом. Кузов третьей Витары имеет следующие габаритные размеры. Длина 4,47 м, ширина 1,81 м, а высота 1,69 м. Колесная база автомобиля 2,64 м, радиус разворота относительно небольшой 5,5 м. Снаряженная масса 1600 кг, максимально разрешенная полная 2,70 тонны. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то кузов Витары окрашен довольно тонким слоем. На заводской краске вы вряд ли увидите показания толщиномера выше 100-105 микрон. Ну а нижняя граница пролегает где-то в районе 70. Тонкий окрас гарантирует то, что по прошествии нескольких лет эксплуатации эта машина покроется сколами и царапинами. Пару-тройку лет сколы держатся, но затем вполне реально увидеть, как они превращаются в рыжие точки. Поэтому лучше их подлечивать своевременно. Что касается устойчивости к коррозии, то основной проблемой Витары в этом поколении будут задние арки. А также нужно обращать пристальное внимание на состояние порогов кузова. Обзор автомобиля внутри по традиции открываем с обзора багажного отделения. Важный фактор для семейного автомобиля. В данном случае у нас большая распашная дверь, которая открывается в правую сторону. И как на большинстве моделей, запасное колесо, которых размещается на двери, со временем у этих машин дверь имеет свойство провисать в петлях. Проем багажника здесь практически не сужается к низу. И его ширина составляет 102 сантиметра. Высота от фальшпола до крыши большая 95. Ширина багажника по полу 101. А расстояние от пятой двери до заднего сидения 70 сантиметров. В зависимости от того, что для вас в данный момент более приоритетна погрузочная длина, либо высота, вы можете сложить заднее сидение в двух вариантах. Первый – это когда вы складываете только спинку, а второй – когда все сидение кувыркается вперед, как в Mitsubishi Outlander. В первом случае вы получите около полутора метров полезного пространства, а во втором случае только метр двадцать пять. Максимально длинный груз, который можно здесь перевести, и уперев его в приборную панель, это два метра тридцать пять сантиметров. Что касается дополнительных удобств по багажному отделению, с правой стороны мы видим небольшую нишу, куда можно сложить какую-то мелочевку. Слева за фальшпанелью у нас скрывается штатный инструмент – баллонник, вороток и сам домкрат. Также с левой стороны на боковой панели есть 12-вольтовая розетка, и под фальшполом присутствует небольшое углубление, куда можно бросить трос или знак аварийной остановки, что-то негабаритное. Также по полу багажника присутствуют четыре петли для фиксации груза. Интерьер этого кроссовера выглядит довольно аскетично. На приборной панели жесткий пластик, но при этом дверные карты в верхней части выполнены из другого материала, уже более податливого на ощупь. Что касается комплектации конкретного экземпляра, здесь максимально возможный уровень оснащения – это кожаный салон, это люк, это наличие на автомобиле системы стабилизации ESP и климат-контроля. Что касается посадки за рулем, здесь она вертикальная, джиповская, назовем это так. Само водительское кресло имеет механические регулировки и очень солидный запас регулировки в продольном направлении. Если отодвинуть кресло назад до упора, то ногу можно смело вытягивать, полностью распрямляя в колени, и при этом еле дотянуться носком до моторного щита. Так что для рослых водителей запас регулировки по длине здесь есть. Есть и регулировка кресла по высоте. А вот что не особо удобно, так это то, что подушка не регулируется по углу наклона, и, соответственно, в моем случае передняя часть бедра остается как бы в воздухе. Корректировка угла подушки сидения эту ситуацию бы поправила. Регулировка руля здесь чисто механическая, и доступна она только по высоте. По вылету руль вы не подстроите. Само рулевое колесо здесь плюс-минус привычного диаметра, но по нынешним меркам уже достаточно тонкое. На современных машинах обод более широкий. На руле у нас присутствуют клавиши управления магнитолой и круиз-контроль с правой стороны. Комбинация приборов полностью вся аналоговая. Три отдельных колодца, большой спидометр посредине, и по бокам тахометр, а также указатели температуры двигателя и уровня топлива. В плане читаемости вопросов по комбинации приборов абсолютно никаких. Крупная оцифровка, белые шкалы, красные стрелки. Все информативно и удобно. Что касается опоры под локти, то с левой стороны на дверной карте у нас есть небольшой как бы обтянутый кожей подлокотничек. А с правой стороны крышка центрального бокса, которая имеет продольную регулировку. Но, к сожалению, никак не регулируется по высоте. При этом кнопками салон Витары абсолютно не перегружен. С левой стороны у нас кнопка омывателя фар и противотуманки. Управление климатом, который здесь, кстати, автоматически, правда, однозонный, осуществляется при помощи удобных поворотных рукояток в плане регулировки температуры и оборотов вентилятора. Ну а режимы обдува переключаются циклично при помощи отдельно взятой клавиши. Все это тактильно различимо, ошибиться здесь тяжело. От вождения отвлекаться не придется. Ниже панели климата большая кнопка выключения системы стабилизации и поворотная рукоятка управления полным приводом. Который, кстати, у этого автомобиля постоянно полный. Оставить Витару на одной оси не получится. При помощи этого переключателя можно выключить раздаточную коробку в нейтраль, например, для буксировки. Таким образом полностью отцепив колеса от трансмиссии. А также заблокировать межосевой дифференциал или заблокировать межосевой дифференциал плюс включить пониженный ряд. И эта возможность как раз таки роднит Гранд Витару с полноценными большими внедорожниками. Селектор коробки передач удобный, типа змейка. Ошибиться с положением селектора здесь тяжело. Никакого ручного режима не предусмотрено. 12-ти вольтовая розетка, прикуриватель по бокам, клавиша включения спортивного режима коробки и подогревы сидений. Что касается подстаканников и прочих мест для хранения. Два подстаканника у нас прячутся под крышкой на центральном тоннеле. В центральном подлокотнике у нас присутствует бокс, правда он очень небольшой по размеру. Ну а основной бардачок Витара вмещает в себя документы формата А4, без того, чтобы пришлось сгибать их пополам. Никакого футляра для очков на потолке, увы, не предусмотрено. А внизу дверных карт есть кармашки, передняя часть которых позволит вам разместить бутылку объемом 0,5 литра. По части обзорности все предсказуемо хорошо. У этого автомобиля очень низкая линия бокового остекления, полностью видимый капот, что нынче редкость, а также огромные боковые зеркала, которые оснащены подогревом. Единственное, что здесь может вызвать затруднения, это маневрирование задним ходом. Но большинство владельцев подобных авто выходят из положения, устанавливая камеру заднего вида. А теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается второго ряда, места здесь отнюдь не так много, как можно было предположить. Места над головой хватает, благодаря тому, что на потолке есть выштамповка в самой потолочной панели. Подушка сидения полностью плоская, сидение выше, чем передний ряд, а тоннеля на полу, на удивление, практически нет. Так что размещению среднего пассажира здесь ничего мешать не будет. Что касается пространства для коленей, при моем росте 1,86 м и при моей собственной регулировке, колени сидения касаются, но не упираются в него. Но даже если бы упирались, спинка в данном случае мягкая, поэтому дискомфорта это бы не вызвало. И присутствует место, куда девать ступни под передним креслом. Спинка заднего сидения у этого автомобиля имеет несколько положений регулировки. Если отклонить его максимально назад, то можно занять вот такое расслабленное положение. В дальней дороге это может быть крайне удобно. Также для задних пассажиров предусмотрен откидной подлокотник из центральной части сидения и два подстаканника, которые прячутся внизу центрального бокса. Кармашки внизу дверных карт есть, но здесь они очень узенькие, короткие и практически ничего в себя не вместят. Ну а теперь про агрегаты. Базовым в линейке на российских витарах был двигатель J20A. Это рядная четверка. Блок цилиндров алюминиевые присутствуют чугунные гильзы. Два верхних распредвала, нет фазовращателей, нет гидрокомпенсаторов. Привод ГРМ выполнен при помощи цепи, впрыск топлива самый обычный распределенный и допустимо использование 92-го бензина. Конструктивно простой двигатель по сути дело довольно надежен и его ресурс лежит за пределами 300 тысяч километров пробега. Но есть пара особенностей. Пожалуй, самая неприятная из которых это небольшой ресурс цепи ГРМ. В некоторых случаях она требовала замены на пробегах до 120 тысяч километров. В остальном мотор практически без сюрпризов, если не считать за проблему периодический выход из строя катушек зажигания, а также появляющийся со временем расход масла на угар, но к большим пробегам и как правило по причине износа маслосъемных колпачков. Основным плюсом J20A является отнюдь не топливная экономичность, как можно было бы предположить. Витара в принципе не относится к экономичным автомобилям. Так, на J20A существует номенклатура деталей ремонтных размеров и восстановление подобного мотора осуществляется без каких-либо проблем. Этот базовый двигатель вместе с автоматической коробкой передач разгоняет Витару до 100 километров в час с места за 13,6 секунды. Следующий по объему 2,4-литровый двигатель J24B сокращает время разгона до 100 километров в час где-то на секунду. Он выдает 169 лошадиных сил, но крутящий момент больше. Но крутящий момент больше существенно. 225 Нм против 180 у младшего двигателя. По конструктиву J24B это также рядная четверка с двумя распредвалами, но уже имеющая фазовращатель на впуске, по-прежнему лишенная гидрокомпенсаторов и впускной коллектор здесь более сложный, уже с заслонками изменения длины впуска. Впрыск топлива самый обычный, но рекомендуемый бензин уже 95-й. Привод ГРМ тоже цепной и у 2,4-го мотора цепь служит побольше, порядка 150-160 тысяч километров. Далее может потребоваться замена. На пробегах свыше 150 тысяч 2,4-й мотор также уже может потреблять масло не только по причине износа маслосъемных колпачков, но и по причине износа колец в том числе, особенно если с интервалами замены масла прошлый владелец затягивал или использовал некондицию. Этот мотор очень не любит перегрева, а с наличием ремонтных размеров деталей для 2,4-го двигателя уже могут начаться проблемы. Самой глобальной проблемой 2,4-го мотора здесь будет дефект блока цилиндров на двигателях первых партий. В какой-то момент при эксплуатации блок банально давал трещину, что в большинстве случаев приводило к утечке антифриза наружу двигателя, реже к попаданию антифриза в систему смазки. На большинстве автомобилей шорт-блоки успели поменять по гарантии, но тем не менее при осмотре поддержанного экземпляра обратить внимание на такую возможную проблему стоит. Кстати, при перегреве может появиться еще и трещина в головке блока цилиндров. Так что смотрите подобные автомобили более пристально. При нормальном уходе 2,4-й мотор способен проехать порядка 250 тысяч километров, прежде чем понадобится какое-то первое вмешательство. Если говорить про более экзотические Витары с двигателем 3.2, которые очень ограниченный период времени продавались через официальных дилеров, то такой мотор имеет 233 лошадиные силы и большой крутящий момент в 290 ньютон-метров. С таким двигателем Витара тоже отнюдь не самолет, но разгоняется до 100 км в час за 9 с небольшим секунд. И этот двигатель не японский. Его разрабатывала фирма General Motors и подобный же агрегат вы обнаружите под капотом Chevrolet Captiva или, например, Opel Antares. В целом такая V-образная шестерка объемом 3.2 весьма неплака в плане надежности, но имеет весьма небюджетный при замене цепной ГРМ. И этот максимального объема двигатель также обязательно стоит проверять на расход масла. В некоторых случаях он начинал прогрессировать с отметки в 100 тысяч. Если подводить итоги, то самым оптимальным с точки зрения надежности агрегатом под капотом Витары, пожалуй, следует признать именно двухлитровый младший двигатель. Зато с коробками передач этому автомобилю повезло как никакому другому более. На Гранд Витару устанавливались трансмиссии фирмы Aisin. Они же ставятся на многие модели Toyota. На машины с двигателями 2 и 2,4 литра устанавливалась четырехступенчатая старинная трансмиссия A44D, которая отмечается завидной надежностью. Если вы будете менять в этой трансмиссии масло хотя бы раз в 70 тысяч километров пробега, то данная коробка имеет все шансы пережить весь остальной автомобиль, включая кузов. Столь же надежная, но чуть более требовательная к обслуживанию, пятиступенчатая трансмиссия, которая ставилась на машины с двигателем 3 и 2. Для таких коробок с индексом A750F характерно частое использование блокировки гидротрансформатора при движении как следствие засорения рабочей жидкости продуктами ее износа. Соответственно и масло в них нужно менять почаще. 50-60 тысяч. Перед тем, как посмотреть на Гранд Витару снизу на подъемнике, давайте поговорим про дорожный просвет. По каталогу клиренс этой машины 20 сантиметров. Вооружимся рулеткой и проверим так ли это. Самая низкая точка в данном случае располагается под защитой моторного отсека и до нее от асфальта всего 17 сантиметров. В 20 сантиметрах находится резиновый брызговик, который располагается под передним бампером. Гораздо ниже порогов здесь находится балка, поперечина на которую опирается раздаточная коробка. До нее 19 сантиметров. До порога в задней части 24. А до заднего бампера 31 сантиметр. Банк оглушителя здесь подвешена поперек и висит она также достаточно высоко. То есть зацепиться ей при маневрировании задним ходом довольно таки проблематично. Так что в целом клиренс этого автомобиля стандартный по меркам класса кроссоверов. Что касается компоновки, этот автомобиль также отнюдь нетипичный кроссовер. Основной привод здесь задний. Двигатель и коробка передач расположены продольно. И соответственно этот автомобиль имеет два кардана, состояние которых крайне желательно продиагностировать перед покупкой, поскольку меняются они в основном в сборе, а стоят они очень даже недешево. Передняя подвеска Гранд Витары это Макферсон. Шаровые опоры в рычагах здесь официально не съемные. Стабилизатор поперечной устойчивости, весьма солидного сечения и закреплен он на подрамнике. А рулевая рейка гидравлическая. Так что помимо стуков нужно еще и контролировать гидромагистрали на предмет отсутствия течи. Что касается антикоррозийной обработки, в данном случае мы видим заводской антикорр на лонжеронах, на порогах и также в центральной части кузова. Что касается задней подвески Гранд Витары, то здесь схема весьма сложная. Сайлинг-блоков много. Здесь по четыре рычага на каждую сторону. Причем верхний рычаг имеет еще и шаровые опоры. Если пробег автомобиля уже превысил 200 тысяч километров, скорее всего чем-то позаниматься в задней подвеске, уже придется. Тормоза здесь вкруг дисковые, стояночный тормоз самый обычный механический, ну а амортизатор и пружина сзади стоят отдельно друг от друга. Что касается надежности системы полного привода, то по механической части здесь волноваться не о чем. На возрастных машинах проблем могут подкинуть разве что окислившиеся контакты со стороны электрической части раздаточной коробки. На этом наш обзор подошел к концу. Надеемся, у вас теперь появилось общее представление о том, что представляет собой Grand Vitara. Основным плюсом этого кроссовера перед конкурентами будет его отличная вооруженность в том, что касается внедорожных качеств. Наличие здесь полноценного полного привода и понижающей передачи. Плюс блокировка межосевого дифференциала. Что касается основных недостатков, хотя для кого-то они не будут критичными. Это больший по сравнению с конкурентами расход топлива, а также более слабая динамика разгона. Если у вас была или есть до сих пор Grand Vitara в подобном кузове, на который вы накатали не одну сотню тысяч километров, вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить, пишите все это в комментариях. Чтобы людям, которые задумались о покупке подобной машины, было проще определиться с выбором. Если обзор понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте писать, какие автомобили вы хотите видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале. Спасибо за просмотр. Пока!